Что ты делаешь? Пытаюсь выиграть. Ты мне поможешь? Нет, но ты поможешь мне. Еще один бросок сверху сделал Джарвис Хейт, и Бонтиак снова впереди. Тейлор выбивает мяч. Лука Скотт делает длинную передачу Нейтану Скотту, который забивает мяч сверху. Вороны отстают на 9 очков. Пас назад. Скилл сделает передачу Скотту. Какая командная игра! Теперь команда отстает всего на 5 очков. Заканчивается третий период. Осталось 6 минут до конца. Скилл спасает Скотту. Есть! Еще один мяч в корзине. Вороны стремительно нагоняют Бонтиак. Они не выиграют. Варень просто старается. Послушай, я искренне надеюсь, что ты прав. Бонтиак пытается вырвать победу. Хейт пытался бросить мяч, но его блокировал Лука Скотт. Бонтиак снова завладели мячом. Бонтиак завладели мячом. Время идет. Кейс бросает. Скотт выбивает мяч. Пас игроку Рейвин с мячом. Еще 2 очка. Осталось 23 секунды. Вы очень старались. Вы играли как настоящая команда. Даже если мы проиграем, это настоящая моральная победа. Может, вас это устроит. Может, когда-нибудь вы хотите рассказать своим внукам о том, что вы чуть было не выиграли чемпионат штата. Ни за что. Мы выиграем. Верно, Люк? Тебе виднее. Мы выиграем. Ладно, Лукас. По моим подсчетам, ты играл 14 с половиной минут. У тебя осталось 23 секунды. Да, сэр. Послушай. Найтан. Давай, дыши. Мы не обойдемся без тебя. Это мальчик. Что? У меня будет мальчик. Знаете, говорят, что сейчас настал корпоративный век спорта, когда все спортсмены хотят, чтобы к ним относились как к звездам. Но сегодня я могу сказать, что спорт еще не умер. Когда спортсмены превосходят сами себя, когда они показывают такой класс игры, каждый из нас вспоминает о собственном благородстве.